Начинается самая яркая фаза кампании по выборам президента России. Агитации и дебаты. Продолжает удивлять Павел Грудинин, как его называют коммунисты, народный кандидат в президенты. У него два сына, и выяснилось, что у младшего сына дом в Испании, а у старшего два дома в Латвии. Да еще вид на жительство. Порадуемся за Грудинина. Оба сына у него умные и деловые. К теме недвижимости семьи кандидата мы еще вернемся, обсудим. Такие здесь есть риски для государства и для нас с вами. А Ксения Собчак обратилась к сказочным образом. Она поздравила своих оппонентов по кампании с Днем Защитника Отечества и подписалась «Ваша Белоснежка». Как мы помним в той сказке «Белоснежка» – самая красивая девушка королевства. Свежие данные соцопросов, гонка, преследование. Смог ли кто-нибудь приблизиться к лидеру? В материале Александра Черепниной. Станция «Роза Хутор». В здании вокзала, по соседству с кассами, окна территориальной избирательной комиссии. Заявления о голосовании не по месту регистрации принимают прямо по пути на заснеженные склоны. Этот пункт позволяет подобрать избирательный участок в любой точке страны, также и за пределами Российской Федерации. Новый, упрощенный механизм голосования без открепительных талонов оказался более чем востребованным. Заявлений о смене избирательного участка уже около миллиона. Их тут же обрабатывает информационная система Центра Сбиркома. Вообще уровень технического оснащения этих выборов будет беспрецедентным. Электронных урн в разы больше. Итоговые протоколы с QR-кодами минимизируют возможность ошибки. И видеокамеры не в качестве эксперимента, а на 80% участков. Ложится дополнительная нагрузка на членов наших комиссий. Мы в рамках нашего информационного центра создадим отдельный канал, чтобы каждый член участковой комиссии знал, что в любой момент они могут позвонить, их поддержат и нормативно, и конституционно, и психологически. На этой неделе в теле и радиоэфирах появились агитационные ролики кандидатов. Сами они агитировали на встречах с избирателями, порой в буквальном смысле не жалея сил. Ну я думаю, мало кто еще из кандидатов в состоянии сделать колесо. О развитии муниципальных спортивных секций Максим Сурайкин говорил в подмосковном Ногинске. В Кирове разбирался с проблемой завышенных коммунальных платежей. В Великом Новгороде проверял работу местного МФЦ. В Москве кандидат от партии «Коммунисты России» в Буденовке выступал на митинги в честь столетия Красной Армии. Мы должны возродить нашу армию, укрепить ее, возродить Советский Союз, возродить социализм. И только тогда мы сможем уверенно идти в будущее. Только тогда будет безопасность, бесплатное жилье, бесплатная медицина и бесплатное образование. СССР на обложке агитационные газеты и расшифровка «Сила», «Свобода», «Справедливость», «Равенство» – ключевые пункты предвыборной программы Сергея Бабурина. Кандидат от Российского общенационального союза пояснил, он за модернизацию экономики, борьбу с коррупцией, реформу судебной системы. А на встрече со студентами Московского гуманитарного университета рассказал, чем намерен заняться в первую очередь в случае победы на президентских выборах. Я пошел на выборы для того, чтобы сделать образование доступным для простого человека, чтобы вернуть традиции советской школы. И я добьюсь, чтобы образование было бесплатным, чтобы здравоохранение было качественным, чтобы о стариках заботились, чтобы семьи крепли бы в нашей стране. Со студентами в Красноярске встречался и кандидат от «Яблока» Григорий Явлинский. Аудитория молодежная, и спикер старался говорить на понятном ей языке. Это не все умеют заниматься хайпом. Студенты оценили, то есть поставили лайк. Было главное впечатление, что в теме, это очень похвально. Будущие политологи, в свою очередь, тоже были в теме и новейшей истории, и роли Явлинского в ней. В 90-е годы у вас была программа «500 дней», которая, однако, не смогла эту самую мощную экономику построить. В ноябре 90-го года он ушел отставка. Потому что я сказал Горбачеву и Ельцину, которые тогда были главными, что вы вместо того, чтобы действовать по программе, делаете все наоборот. Поэтому и вы все должны знать. Все идеи, которые вы хотите в жизни такого масштаба реализовать, нужно реализовать самими. О тех, кто сейчас помогает ей с реализацией идей, кандидат от гражданской инициативы Ксения Собчак рассказала на пресс-конференции. Спонсоров своей избирательной кампании, назвав поименно, а еще показала журналистам ролик о поездках по регионам. Вот к моему приезду взяли, просто заделали дырку в больнице. Мы посетили на данный момент более уже 20 регионов России, и мы двигаемся дальше. В Санкт-Петербургском университете Собчак вручала студентам премии имени своего отца. Встречалась со сторонниками в Мурманске и с жителями одного из домов на юго-западе Москвы, которые пожаловались на то, что в их дворе сносят спортплощадку, чтобы строить новый дом. У людей, которые здесь живут, есть право на эту землю, есть право, чтобы их дети занимались на спортивной площадке, которая была для этого выделена. И мы за это право будем бороться и на уровне префектуры, и на уровне мэрии. А Борис Титов, кандидат от партии «Роста», опять встречался с предпринимателями. Поддержка малого и среднего бизнеса – ключевая тема его компании. На заводе по производству свежих салатов он говорил о развитии сельхозкоопераций. Идет прямой выход на сети, никаких посредников. На птицефабрике, которая принадлежит, собственно, семье Титова, показал, что компетентен и в этой области. Суточный цыпленок. По-настоящему ему всего один день от роду. А в своем новом московском штабе объяснил сторонникам. Чрезмерное влияние государства губительно для бизнеса. Важно просто не мешать. 10% роста ВВП, который мы только один раз видели в 2000 году, на низких ценах на нефть. Мы можем сегодня опять расти так же быстро. Но только надо для бизнеса сделать условия выгодно, удобно и безопасно. Нужно резкое снижение процентной ставки по кредитам. А это значит новая денежно-кредитная политика в стране. В регионах работали и доверенные лица Владимира Путина. В штабе в Петербурге Николай Цискоридзе с представителями местных творческих объединений говорил о социальной поддержке работников культуры, вышедших на Петию. Мне хочется просто послушать, что людей больше всего волнует. Я имею возможность, как член Совета по культуре, просто напрямую заявить о той или иной проблеме. В Туле с волонтерами встретились братья Запашные. А сопредседатель Центрального избирательного штаба Елена Шмелева общалась с избирателями в Апскове и проводила личный прием граждан в Архангельске. Формирование комфортной городской среды. Такая актуальная программа будет ли она продлина? В 2018 году порядка 250 миллионов заложено на эти цели. Есть понимание, что это финансирование закончится в следующем году, то есть оно на 5 лет. А второе, очень важно исключать активность таких граждан в планировании и в разработку дизайн-макетов. На этой неделе обновленные данные о предвыборных раскладах представил СЦИОМ. Лидирует с большим отрывом Владимир Путин. Социологи обращают внимание на максимальную близость позиций Павла Грудинина и Владимира Жириновского. За месяц до выборов между ними всего чуть больше 2%. Почти 1,5% за Григория Явлинского. Ксения Собчак набирает немногим меньше процента. У Сергея Бабурина 0,4%. Борис Титов уступает ему 0,1%. Замыкает рейтинг Максим Сурайкин. В то же время опросы фонда «Общественное мнение» показывают практически равные значения у кандидатов от КПРФ и ЛДПР. Так что, по всей видимости, борьба за второе место будет идти до последнего дня агитации. Новичок президентской гонки против самого опытного ее участника. Сделать несколько раз. Это совместная фото, как говорят в ЛДПР, теневого правительства. Владимир Жириновский уже традиционно представляет свою команду на случай победы на выборах. На этой неделе он инспектировал работу отделения пенсионного фонда, интересовался механизмом начисления пенсий. Мы будем категорически против повышения пенсионного возраста. И надбавки, чтобы были, индексация, каждый год. Серый Роби с накладными карманами в образе трудовика пришел на занятия детского кружка. Рассказ, впрочем, получился не о секретах ремесел, а о секретах политики, которые, как оказалось, тут почти не интересуются. Кого знаете из кандидатов? На букву «Ж» говорят что-нибудь? Жириновский. Жириновский. Где? Кто он? Знаете его? Вообще, кто он такой? Ну, какое впечатление производит? Ну, самый умный, может быть, самый образованный, самый опытный, лучше всех выступает. Павел Грудинин в рамках своей агитационной кампании побывал на московском инструментальном заводе. Через год завод уставил. В столетии. А у нас это не в столетии, в совхозе Ленина. На примере совхоза имени Ленина бизнесмен рассказывал и о своей предвыборной программе. У сотрудников предприятия возникли уточняющие вопросы. Почему Коммуническая партия Российской Федерации и Национальные политические силы меня выдвинули? Потому что мы в своем совхозе сохранили все то, что было в Советском Союзе. И у нас бесплатно дети ходят в детские сады, в школу. Вы говорите, что у вас детские сады бесплатные. А почему пишут, что у вас детские сады стоят 80 тысяч в год? Почему все время врут? Потому что испугались. У нас есть платные места, и эти места стоят 20 тысяч рублей. Но это только для тех, кто не живет в поселке. Вообще вопросы финансового характера к Павлу Грудинину всплывают регулярно. И у избирателей, и у налоговой службы, и у Центра избиркома, где подтверждения о закрытии его зарубежных счетов нет до сих пор. А теперь еще и история с особняками в Латвии, принадлежащими членам семьи бизнесмена. Сам кандидат от КПРФ бегал от ответов. Журналистам не оставалось ничего, кроме как спросить мнение лидера партии Геннадия Зюганова. Члены семьи, люди не дают, имеют вид на жительство в этой стране на городе. Вот как вы считаете, приемлемо ли это такое для кандидата от партии коммунистов? Это очередная провокация, в которой вы греучат. Садитесь, я пережил 46 спецопераций. Мне казалось, это позади в 90-е годы. Про Павла Николаевича вы две придумали. Одна – миллиарды, которых не существует. Вторая – пайщики, которых тоже не было в природе. Вот сейчас третью. Посмотрим. На этой неделе появились результаты опросов о намерении россиян участвовать в предстоящем голосовании. По данным ВЦИОМ, точно или скорее всего прийти на избирательные участки собираются более 80% опрошенных. Похожая картина – в вопросе фонда «Общественное мнение». Более 60% респондентов заявили, что совершенно точно придут на выборы. И почти 22% опрошенных, вероятно, пойдут голосовать. И по прогнозам политологов, в оставшиеся до 18 марта три недели интерес к выборам будет расти. Александра Черепнина, Надежда Каширская, Виталий Зайцев. Первый канал. Воскресное время.